Так, коллеги, добрый день еще раз. Надеюсь, нас слышно. Подскажите, видите ли вы нашу презентацию? Замечательно. Меня зовут Ксения Хромцовская. И меня зовут Арина. Да, мы специалисты приемной комиссии Питерской вышки для иностранных граждан. Сегодня проведем для вас вебинар «Коротко о прибытии». Да, давайте перейдем ко второму слайду. Сейчас мы просто быстренько проверим зачисленные абитуриенты. Я знаю, вы уже нас смотрите, вижу знакомые фамилии и имена. Еще раз пройдемся по зачислению. Что нужно сделать, чтобы быть зачисленным вне УШ. Для начала необходимо пройти процедуру признания в личном кабинете. Для этого необходимо загрузить аттестат и перевод аттестата. Затем пройти в «Документы для зачисления». Раздел «Документы для зачисления» открывается только после того, как вы пройдете раздел «Признание». То есть, к сожалению, в УШ нельзя зачислиться, если у вас нет аттестата о том, что вы завершили обучение в школе или колледже. Затем, после того, как ваши документы для зачисления приняты, вы будете опубликованы, точнее, ваше имя будет опубликовано в приказе о зачислении. Соответственно, мы в этот момент еще также проверяем ваш статус на сайте Министерства образования. Если там у вас статус направлен, то никаких проблем, мы вас зачисляем. Если статус на рассмотрении университета или распределен, то в таком случае мы ожидаем, когда статус изменится на направлен. Это будет сделано точно до конца августа. Не переживайте, все успеют зачислиться и оказаться в приказе. Если вдруг у вас какие-то проблемы с признанием, то вы видите на экране почту recognitionsobaka.ru, туда можно адресовать свой вопрос по типу, что именно не так с вашим аттестатом или что не так вы сделали, почему до сих пор признание не пройдено. Приказы также публикуются на двух сайтах. На сайте Московской вышки, как основной вышки, а также на сайте SPB, так как вы поступили в питерский кампус вышки. По QR-коду можно пройти и посмотреть. Теперь очень важный момент, что надо сделать в день прибытия в Российскую Федерацию. Сначала вы пересекаете границу, и в тот же день, когда вы пересекли границу, необходимо на электронный адрес migration.spbsobaka.ru отправить следующие документы. Они перечислены на слайде. Это копии всех страниц паспорта, абсолютно всех, даже пустые. То есть с первой странички у вас фотография с номером паспорта, вплоть до последней странички. Потому что вам ставят в паспорт печать о том, что вы пересекли границу. Это все необходимо коллегам из миграционного офиса. Также копию миграционной карты вы ее получите. Когда пересечете границу в миграционной карте, вы укажете цель визита, учеба. Или подчеркнете, там это доступно. Либо пограничник у вас спросит, вы укажете, что едете на учебу, он сам знает, что выбрать. А также регистрацию в России с двух сторон. Это необходимо, вот видите, там пометка, что это при наличии. Это только для абитуриентов, которые будут жить по частному адресу. Когда отправите на почту, указанную на слайде, всю эту информацию, не забудьте указать свое полное имя, фамилию, отчество. Прямо полностью, как у вас в паспорте все. Если уже приобрели номер российского телефона, то номер необходимо прописать. А также фактически адрес проживания, где вы пока что остановились. Потому что если вы по частному адресу, вам придется делать регистрацию самостоятельно, но все равно нашему миграционному офису необходимо это знать, потому что вы же студент в вышке питерской. А если вы будете проживать в общежитии, то эту информацию всю тоже необходимо отправить коллегам, чтобы они понимали, на кого готовить документы, чтобы вас зарегистрировать в общежитии. С подробной информацией можно по QR-коду перейти, ознакомиться. Там сайт миграционного отдела нашего, именно по питерской вышке, не по московской, потому что вам надо информацию именно про питерскую вышку читать на сайтах. Вот. Здесь, как я уже сказала, по QR-коду можно перейти и более подробно почитать, что требуется для миграционного учета. Опять же, те, кто тут проживает в общежитии вышки, вам будет чуть полегче, потому что вы только сдадите все документы, коллеги вас пригласят для постановки на миграционный учет. А если вы проживаете по частному адресу, то вам необходимо будет заниматься вашей временной регистрацией самостоятельно, то есть обращаться к арендодателю, где вы арендуете квартиру, либо у родственника, если вы будете проживать на время учебы в бакалавриате или магистратуре. Вам надо будет обязательно человеку, у которого вы снимаете квартиру и проживаете, чтобы он, владелец квартиры, поставил вас на временный миграционный учет. Это стандартная процедура, иначе вы просто нарушаете порядок нахождения на территории Российской Федерации, это чревато последствиями. Вот. Это действительно миграционный момент, это один из самых важных, потому что иначе вы просто будете депортированы, что не хотелось бы. Вот. Это вызывает проблемы, поражался, и не нарушайте сроки. Для того, чтобы узнать, какие сроки, вам надо вот как раз-таки с коллегами из миграционного офиса связаться, и они вас обо всем предупредят. Теперь поговорим про другой важный момент, это заселение в общежитии, как вы получите направление. Самое важное, о чем нам стоит проговорить, это то, что заселение в общаге Питерской вышки начинается с 28 августа. Ранее заселение не предусмотрено и невозможно. Как вы получите направление на заселение? Значит, наш отдел по организации проживания будет рассылать вам, соответственно, направление с адресом вашего общежития, куда вы должны будете приехать с 28 августа, на электронную почту. Пока что такой рассылки еще не происходит. Это все будет начиная с августа. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, пока никому направления еще не приходили. Перед тем, как приехать в общежитие, вам нужно будет подготовить пакет документов для заселения. Он у вас виден на слайде справа. Это копия паспорта. Если требуется обязательно материально заверенный перевод на русский язык. Копия миграционной карты. ДМС. Про ДМС немножко попозже еще поговорим. Но имейте в виду, что ДМС вам нужно иметь при заселении. То есть, уже приехав в общежитие, вы должны показать, как минимум, договор, заключенный со страховой компанией. Дальше копия медицинских документов, которые подтверждают прохождение процедуры медосвидетельствования. Это наш российский аналог 086U. Но, в принципе, все эти справки вы готовили для зачисления в НИУШ. Также это справки об отсутствии гепатита, спидвич, флюорографию. Про годность справок. Смотрите, они все годны в течение года, одного календарного года. Если эти справки медицинские были сделаны, например, в ноябре 2023 года, то, как минимум, есть такая рекомендация, общую справку о медсостоянии, который 086U, для заселения лучше обновить в этом году, чтобы информация была прям актуальная. Далее, это привычный сертификат. Два фото 3 на 4. И для несовершеннолетних иметь на руках копию паспорта одного из родителей. Далее, список, да, собственно, про список документов я рассказала. По всем вопросам размещения родителей и родственников мы вам предоставили почту отдела для проживания. Все вопросы можно направить туда. И еще важный момент отвечу, что все документы, которые вы для заселения предоставите, должны быть нотариально заверены и переведены на русский язык. Переводы нотариально заверены. Это обязательно. Так, вот я вижу вопрос. Для беларусов этот процесс включается? Нет, все процессы актуальны для всех граждан, для всех стран и граждан, поступающих к нам. Ни для каких стран нет каких-то определенных различающихся процедур. Можно я только добавлю, вот беларусам не надо получать миграционную карту на границе, вам ее просто не дают. Вас пограничник спросит цель въезда, вы ответите ему учеба, на этом все. Вам не надо миграционную карту не брать, не как-то ее требовать от них. Вот, и миграционный офис знает, что если вы из Республики Беларусь, вы не присылаете миграционную карту. На этом все, все остальные требования остаются те же. Да, и вот чуть поподробнее про ДМС для иностранных граждан. Страховка обязательно. Она должна покрывать как минимум амбулаторную помощь, помощь на дому, скорую помощь и репатриацию. По QR-коду вы можете перейти на сайт, который подробнее вам расскажет про ДМС. Также там есть ссылка для оформления этого полюса. По всем вопросам также можно обратиться на почту наших коллег по отделу адаптации иностранных студентов. Но чуть подробнее в нашем вебинаре наша коллега Ирина расскажет вам про ДМС чуть больше, чем мы. Сейчас поговорим. Сейчас давайте отвечу на вопрос. Вот Марина Крамарчук написала, когда приносить оригиналы документов и на какой адрес. Если вы говорите сейчас про общежитие, то когда вам пришлют направление на размещение в общежитии, там будет адрес, где вы будете проживать. Вы со всеми документами для общежития приходите по данному адресу с 28 августа. Вас там будут ждать. По данному адресу с документами, с оригиналами, с договором на ДМС. Приходите туда, если хотите проживать с подружкой, проживайте вместе с подружкой, если она также на этот адрес распределена и так далее. По каким-либо вопросам размещения в конкретные комнаты вы будете договариваться уже с администратором данного общежития. То есть самое главное – это собрать все документы и в назначенный день прийти по адресу, указанному у вас направлению. Дальше уже все вопросы с администрацией и так далее. Теперь поговорим про документы, которые необходимо взять с собой. И что с ними надо сделать – это отнести их в учебный офис своей образовательной программы. Во-первых, скажем, что у каждой образовательной программы, куда бы вы ни поступили, есть свой отдельный учебный офис. Как его посмотреть? В следующем слайде мы расскажем, как найти свой учебный офис, но пока что давайте про документы. Если вы поступили на бюджетное место, кода правительства РФ, вам необходимо взять с собой копию паспорта плюс нотариально заверенный перевод данного паспорта. То есть все эти документы, абсолютно все, они у вас уже есть. Если вы все это прикладывали в личных кабинетах, вы все это куда-то грузили и куда-то вписывали. Вот это все надо просто принести с собой. Сделайте копию паспорта, сделайте копию нотариально заверенного перевода, возьмите его с собой. Второе – оригиналы документов об образовании. Есть такой закон, что студенты, которые обучаются на бюджетном месте, обязаны сдать аттестат на период обучения. То есть вам необходимо взять оригинал аттестата с собой с корочкой вместе или диплом, если вы колледж закончили вместе с оценками, а также нотариальный перевод, который вы делали к этому документу, если делали. Если не делали, то не нужно, значит, вы прошли признание без данного документа, и перевод не нужно делать специально. Это все необходимо также взять с собой. Затем сделать просто скан миграционной карты, которую вы получили при въезде, и принести четыре фотографии. Также справки, которые ранее вы делали для получения бюджетного места, вы, наверное, помните, как вы собирали где-то, начиная с весны, и с конца зимы, весна и, наверное, чуть-чуть даже лето, собирали документы, медицинские справки об отсутствии противопоказаний. Вот эти все справки нужно просто привезти с собой. На всякий случай сделайте сканы этих документов. Просто привезите с собой, сделайте сканы, а также сделайте копию ДМС. Вот это все надо вместе собрать и прийти в учебный офис, сдать. Вас там уже будут знать, что вы иностранный студент, которые поступили к нам, и просто примут ваши документы. Когда это нужно сделать? Это нужно сделать после первого сентября. То есть вот вы приедете, заселитесь в общежитие с 28 по 31, да, где-то число. С вами уже в это время на связь выйдет ваша образовательная программа, скажет, вот, дорогие студенты, первокурсники, добро пожаловать, давайте вот познакомимся, такого-то числа у вас будет встреча с вашей программой, где все будут абсолютно студенты первого курса вашей программы. Вот тогда все документы вы принесете и сдадите в учебный офис. То есть там будут ждать все эти документы. Вот. По-моему, все указали, да? Да. А теперь, или ты расскажи. Да, я могу рассказать про документы, которые понесут в учебный офис своей программы, коммерческие студенты, то есть обучающиеся по договору об образовании. Вам тоже необходимо будет взять копию паспорта, если необходимость есть, то и нотариально заверенный перевод на русский язык, также оригинал документов об образовании, ваш аттестат и нотариально заверенный перевод, опять же таки, если есть такая необходимость. Если учебный офис, если ему нужны будут только копии ваших документов, в целом они снимут все там непосредственно в офисе и отдадут вам оригиналы. Опять же таки, скан миграционной карты, которую вы получили при въезде в РФ, четыре фотографии, матовые или глянцевые, без разницы, размером 3 на 4, и копия ДМС. Важный момент отметим, что подписание договоров с коммерческими студентами будет происходить в офисе, в нашем офисе для иностранных студентов на канале Грибоедово 123, офис 216. Поэтому после приезда, после заселения, когда вы получите свой договор, собственно, когда вы заселитесь, вы приходите к нам на канал Грибоедово и подписываете договоры, три или две копии, и, соответственно, забираете один или два оригинала с собой. Хотим обратить ваше внимание, что приемная комиссия находится именно на канале Грибоедово 123, офис 216, потому что у нас еще есть приемная комиссия для российских граждан, она находится на Кантемировской, это метро Лесная. Мы немножко разные приемные комиссии, и вот вам надо именно в приемную комиссию для иностранных граждан на набережной канала Грибоедово 123, ближайшее метро это Синая, Садовая и Спаская, по-моему. Да, три ветки. Да, и вот мы уже много с Ариной говорили про учебный офис, собственно, где вам найти контакты, если такой момент потребуется, да, вашего менеджера учебного офиса. На главной страничке вашей образовательной программы, на которую вы поступили, справа, чуть ниже, под академическим руководителем, будет указан менеджер. Это менеджер вашего учебного офиса. И чуть ниже сама ссылочка на учебный офис. Соответственно, перейдя по ней, вы увидите все контакты, кто является менеджером вашего учебного офиса, кому вы можете написать, спросить какой-то вопрос, ну и так далее. И единственное, что хочется отметить, пока что учебный офис тревожить не надо. Только после 1 сентября вы уже можете полноправно связываться с коллегами, так как будут еще передаваться личные дела, завершаться процесс зачисления и так далее. Поэтому пока вы на связи с нами, после 1 сентября смело обращайтесь к менеджеру вашего учебного офиса. Сейчас мы можем ответить на какие-то вопросы по документам, по срокам, что мы, может быть, не осветили немножечко в этом вебинаре. И после ответов на вопросы у нас начнется другая часть презентации. Ее приведет вам Ирина Владимировна Комарова. Расскажет вам более детально про ДМС, вообще про студенческую жизнь и вообще, как это круто быть студентом вышки на самом-то деле. Поэтому, да, если у вас есть вопросы по нашей части, пожалуйста, пишите в чат. Может, мы что-то еще не заметили. Вроде как всех волнует полис ДМС. Об этом расскажут сейчас в презентации в следующей. Запись вебинара будет. Ну, вроде, пока нет вопросов. Ну, хорошо. Если они появятся, мы все еще здесь. Пишите, пожалуйста, в чат. На слайде видите наши почты, личные и общие. Когда приносят оригиналы. Если вы говорите про оригиналы документов для заселения в общежитие, то это 28 августа. С 28 августа. По адресу, который будет в вашем направлении на размещение в общежитии. Если вы говорите про оригиналы аттестата, то это уже после 1 сентября, когда с вами свяжется напрямую ваша программа, на которую вы поступили, они скажут, вот, приходите, первокурсники, мы собираем общий сбор. Вот. Все. Вы в этот, когда вам говорят, у вас общий сбор первокурсников, вы тогда и приносите эти документы, и учебный офис с удовольствием их примет. Они будут ждать их. Вот. То есть это после 1 сентября. Все. Вроде на этом все. Больше никуда оригинала не требуется. В приемную комиссию для иностранных граждан мы ничего не требуем. То есть все аттестаты вы сразу на свою программу сдаете, и все. Вот так вот. Наверное, презентацию Ирины Владимировны. Да, Ирина, можешь ли ты подключиться к нам? Я вышла в эфир, слышно ли меня? Да, тебя слышно. Замечательно. Сейчас я подключу презентацию. Посмотри, презентация уже на экране. Спасибо. Я думаю, ты можешь ей управлять. Сейчас попробую. Все работает. Отлично. Я начинаю свою презентацию. Всем добрый день. Меня зовут Комарова Ирина Владимировна. Я работаю в Центре по работе с иностранными студентами и выпускниками. Поздравляю вас. Вы еще на один шаг ближе к учебе в Питерской вышке. И сегодня я хочу поделиться вообще информацией о нашем Центре и чего можно ожидать от учебы и свободного времени в нашем университете. Наш Центр помогает вам понять неочевидные процессы, поможет направить вас в нужное подразделение университета, потому что очевидно, что на первых порах неясно, какие вообще есть департаменты в университете. И не нужно стесняться. Мы обязательно вам подскажем, куда правильно написать, позвонить и перти. Мы также занимаемся тем, что организовываем мероприятия. Мероприятия, направленные на культурную видовую адаптацию вас, иностранных студентов, также на... Межкультурный обмен, где мы надеемся, вы познакомитесь друг с другом, вы являетесь сообществом вышки. Также мы помогаем вам решить какие-то проблемы, с которыми вы... вас не получается справиться самостоятельно. Мы обязательно выступим в роли связующего звена, если у вас возникли какие-то трудности. Также мы, конечно же, помогаем вам открыть для себя русскую культуру, еду, людей и многое-многое другое. Пару слов о России. Скорее всего, по доле России вам уже достаточно знакомы, но у всех разный программ, поэтому давайте повторим базу. Россия – это многопозициональная страна, где проживает больше двухсот народов и говорят более чем на сотни языков. В России нет государственной религии, то есть это советское государство, но при этом 70% россиян считают себя православными христианами, а вторая по популярности религия – это ислам. И единственная официальная валюта в России – это российский рубль. Первым делом, наверное, самый жизненно необходимый аспект вашего пребывания, потому что это про ваше здоровье, про вашу безопасность и безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Коллеги, да, у Ирины некоторые технические неполадки, мы сейчас постараемся быстренько их решить. Давайте пока я отвечу на вопрос, вижу в чате, Элина задала, если я приеду раньше сроков заселения. Да, вы должны нас уведомить, точнее не нас, а миграционный офис. Помните, да, эту почту migration.sobaka.hc.ru? Вот на нее надо написать в день, когда вы приехали, даже если вы это сделаете, не знаю, 3 августа, что мы не рекомендуем делать, потому что вам иначе надо будет регистрацию делать самим. Вы приезжаете какого-то августа, вы в этот же день, даже если это не заселение в общежитии, вы сразу уведомите об этом миграционный офис. Хорошо? Потому что это очень важно. Коллеги должны отслеживать именно дату вашего прибытия на территорию РФ, не именно в Питер, даже если вы пересекли границу и прилетели в Москву, или вы как-то сухопутно пересекаете границу где-нибудь, я не знаю, через Самару или Оренбург, все равно вот день, когда вы прибыли, вам надо обязательно уведомить об этом. То есть именно день пересечения границы написать коллегам. Так, я могу включить камеру, чтобы показать? Да, друзья, теперь у меня две, потому что мой компьютер не выдержал жары, которая у нас в помещении. Я продолжаю свою презентацию. Да, самый важный аспект вашего пребывания, это просто жизненно важно иметь полис ДМС, расшифровывается как добровольное медицинское страхование, но добровольного в нем ничего нет. Это обязательно для вас. Смотрите, полис ДМС, отвечая на вопросы Лины, который был выше в чате, он является вообще основанием вашего въезда в Россию. То есть технически его могут проверить на границе, но все остается на усмотрение сотрудника пограничной службы. Это есть закон, закон неформальный, значит, это могут проверить. Логика такая. Поэтому, если у вас нет возможности оплатить ДМС из-за рубежа, то есть ДМС российский, то я вам предлагаю схему оформления туристической страховки, которая покрывает первую неделю в России. Вы обязательно должны в течение этих 7 дней в России оформить страховку для вас, студентов-фултаймеров, на год. Это логично. По ссылке, которую уже делились мои коллеги, вы можете посмотреть более подробную информацию, обязательные критерии страховки, обязательно, что она должна покрывать, и также заказать ее у страховой, с которой мы сотрудничаем. Вы также можете выбрать любую другую страховую, может, у вас уже есть кто-то на примете. Мы вас в этом не ограничиваем, но она обязательно должна покрывать то, что указано у нас на сайте. Да, страховку нужно своевременно обновлять. Мы у вас страховку проверяем. Пожалуйста, пришлите нам ее, как только вы ее оформили. Мы вам еще будем не раз об этом напоминать по почте. Почта, студенческая почта, которая у вас будет на время учебы, это официальный способ вообще нашего общения с вами, поэтому вы обязаны ее проверять регулярно. Туда же будут поступать уведомления от нашего центра по визовому и миграционному сопровождению. Еще раз, три красных восклицательных знака, ваша страховка, это вообще ваша безопасность. Потому что, допустим, у вас зуб. Вы можете попасть в ситуацию, когда лечение какого-нибудь пульпита будет стоить там 20 тысяч, при этом оно не было включено в вашу страховку. Ну, то есть подумайте, позаботьтесь о себе в будущем. Вот. Я уже не говорю про более страшные случаи, когда, ну, лечение может стоить очень и очень дорого. И если у вас нету медицинской страховки, то вы, во-первых, нарушаете законодательство, во-вторых, ответственность за оплату этих счетов, она на вас и на ваших родственников ляжет. Вот. Это просто топ-1 приоритет, потому что это ваше здоровье. И безопасность ваша. И прошу вас заботиться по полисам ДМС. Немножко про здоровье. Продолжаем. Иностранные граждане получают вообще медицинскую помощь, как я уже сказала, на платной основе, либо согласно своему полису страхования. При этом неотложная медицинская помощь в угрожающей жизни ситуации будет оказана бесплатно. Что это означает? Означает, что если вы, не дай бог, споткнулись и вывихнули ногу, например, то, ладно, это уже спорная ситуация. Если у вас открытый перелом, то, конечно же, скорая приедет и поможет вам бесплатно. Но вот что касается дальнейшего лечения, пожалуйста, это будет по страховке. Если вы лежите в больнице, давайте, ну, я надеюсь, что у ни у кого не будет такой ситуации, но если вы попали в больницу, то это означает, что вы теперь зарегистрированы в этой больнице. И когда вас из нее выпишут, вам необходимо вот эту вот регистрацию в больнице принести, ну, вам необходимо зарегистрироваться снова в том месте, где вы живете. Если это общежитие, то обратиться в наш центр визового и миграционного сопровождения за обновлением регистрации, либо заново зарегистрироваться по новому, ну, по вашему частному адресу и уведомить migration.spb.sobaka.hsae.ru. Да, и в целом будьте готовы, что вам могут понадобиться разные справки, как коллеги уже рассказали, для заселения в общежитие, справка о группе здоровья для допуска в физкультуре. Будьте готовы к тому, что эти справки нужно будет получать, предоставлять. Ну, это бюрократия, но это очень важно, это только для того, чтобы всех обезопасить. Немножко про погоду в Петербурге, чего вообще можно ожидать. Может быть, кто-то уже был в Петербурге, и для тебя это не новая информация. Ну, если в общих чертах, то у нас город довольно дождливый и влажный. Мы у залива, мы у моря. Летом у нас может быть температурой и плюс 10, и плюс 30. Сейчас у нас скорее ближе к плюс 30, поэтому не выдержал мой компьютер. Зимой же у нас может выдаться и теплая зима, когда будет плюс 0, плюс 5, минус 5, либо может быть минус 20. Обычно несколько недель зимой у нас минус 20 стоит такой вот мороз. Обязательно проверяйте прогноз. Внезападный дождь – это классика Петербурга. И из-за того, что мы ближе расположены к Северному полюсу, у нас присутствует такой феномен, как белые ночи, летом. Это означает, что солнце почти что не садится. Вот целевая фотография – это час ночи в Петербурге. Это очень красиво. Я завидую вам, что вы увидите это впервые в сочетании с нашими разводящимися мостами. Это визитная карточка Петербурга. Но это также означает, что зимой, наоборот, очень темно, мало солнечного света, солнечный день короткий. Из-за этого, конечно, может быть дефицит витаминов. Из-за этого может быть просто плохое настроение. И это совершенно нормально. Особенно для тех, кто приехал из более теплого климата. Это может даться нелегко. В это время очень важно пить витамины, питаться разнообразно и заботиться о себе и прислушиваться вообще к сигналам своего организма. Из одежды вам может понадобиться, конечно же, зимний пуховик. Можно его привезти уже в Петербурге, ближе к ноябрю. Либо, если он компактно складывается, то привозите свой. Обязательно шапку, которая закрывает ваши уши, чтобы ничего не продуть. Варежки и перчатки, чтобы обезопасить ваши пальцы. Придерживайтесь многослойности в одежде, когда наступит более холодная погода. Зонты дождевик – это must-have здесь. И для дома, особенно для общежития, если вы по частному адресу живете, то вы уже придерживаетесь правил своих и правил арендодатора. Но в общежитии носят тапочки или сланцы. Сланцы – резиновые тапочки для душа, чтобы соблюдать гигиену. Ну и тапочки, потому что уличная обувь у нас составляется в прихожей. Ну, есть в разных странах вообще разные. Просто обычаи. Для кого-то это вообще не сюрприз. Но я обязана это описать. В России вам обязательно нужно привезти оригиналы и копии необходимых вам для жизни документов. Это ваш паспорт, это, конечно же, ваши билеты, медицинские справки, которые сегодня были упомянуты. Зарядите свой телефон, возьмите пауэрбанк с собой в путешествия, зарядное устройство и, если вам нужен, то адаптер. В России раздетки типа F, вот как на картинке. Возьмите туалетные принадлежности, которые вам первое время могут понадобиться, потом вы уже, конечно, все купите в полном объеме. Можете взять с собой что-то, что напоминает вам о своем доме, открытка, сувенир или что-то. Также мы… наверняка вам встретятся здесь наши студенты, которые будут вам помогать. Это наши бади, это наши тьютеры, это просто другие студенты. И вы можете… это не обязательно, конечно же, но вы можете взять какие-то сувениры из дома, чтобы их в будущем отблагодарить. Это не обязательно, но им будет точно приятно. Вам нужно будет купить теплую одежду, посуду, потому что в общежитии у каждого там своя кастрюля, например. А, конечно же, вам нужно будет закупиться в ближайшем продуктовом магазине, купить средства для уборки, потому что поддержание чистоты – это ваша ответственность в том числе в общежитии, полотенце, потому что полотенце не предоставляется в общежитии. Про транспорт наш. У нас развитая система общественного транспорта. Есть метро, троллейбусы, автобусы, трамваи. И для студентов предусмотрены свои льготные цены. Пока вы только приехали в Петербург, вы должны купить в кассе метро карту подорожник. На нее можно положить любую сумму и оплачивать ей проезд во всех видах общественного транспорта. Позже, уже скорее в сентябре или в октябре, вам будет в учебном офисе сделано, учебным офисом вашим сделано, заказана карта БСК. И по этой карте вы сможете покупать проездной на месяц по специальной цене для студентов. Рекомендуем вам скачать Яндекс.Карты. Именно эти карты предоставляют наиболее актуальную информацию о плане города. На картах также обозначены все маршруты общественного транспорта. И вы можете построить маршрут от любой точки А к любую точку Б, также с использованием общественного транспорта. Вам подскажут, как дойти пешком, сколько будет стоить такси и какими троллейбусами, автобусами и так далее вам воспользоваться, чтобы добраться. Вообще, нам часто говорят, что мы в России не улыбаемся, но это совсем не значит, что мы злые. Ну, на улицах мы правда не улыбаемся, у нас так не принято. При этом второй отзыв, который я слышу наиболее часто, это то, что в России вам всегда готовы помочь. То есть просто незнакомцы на улице, у них будет абсолютный поперфейс, но они искренне готовы вам помочь. Поэтому не бойтесь спрашивать помощи. Конечно же, у нас, если дело касается университета, и если какая-то ситуация на улице, не бойтесь спросить, как куда-то пройти, вы потерялись, вам помогут. Вот правда. Конечно, всегда говорите здравствуйте, извините, спасибо и до свидания. Тогда вам точно помогут. И даже больше, может быть. И отдельно стоит упомянуть, что мы вообще предпочитаем соблюдать личное пространство. Вот. Это связано с тем, что мы не заводим никаких-то разговоров с незнакомцами. Потому что мы предпочитаем в общественных местах быть обособленными. Просто вот такой у нас менталитет. Еда вам может показаться в России сначала пресноватой, если особенно вы привыкли к острой пище в своей культуре. Ну, у нас любые специи вообще продаются в магазинах, и национальные блюда. У нас куча кафе, ресторанов и национальных продуктов продаются. Город большой, здесь есть разные общины, и вы точно найдете то, что вам надо. У нас в столовых университетских представлены вегетарианские блюда, они отмечены зелеными ценниками. И во время православного поста у нас постные продукты. Также представлены как в магазинах, так и в столовых блюда. Очень удобно то, что у нас в России очень много вариантов недорогой доставки продуктов и еды, поэтому, когда вам особенно ленивую или у вас нет времени, вы можете выбрать один из множества сервисов и заказать продукты либо готовую еду прямо к себе домой. Хочу отдельно отметить, что моя презентация накликабельна. Многие ссылки и картинки, если навести на них курсор, то они приведут вас на соответствующую страницу университетского сайта. В том числе и здесь вы можете кликнуть на фотографии и узнать больше про физкультуру, про библиотеки, электронные ресурсы неувыше, про кафе-столовые и про то, как забронировать комнату для самостоятельного обучения. Это не самая важная информация сейчас в июле, но мы вам обязательно скинем презентации, и у вас будет доступ к этим полезным ссылкам. Про студенческую жизнь. Наверное, главный совет – это присоединиться к студенческим организациям. я в каждой упомянутой здесь организации, и это только малая их часть, прикрепила ссылку на их группу ВКонтакте или Телеграм-канал или страничку на сайте Вышки. Спорт, интеллектуальные какие-то клубы, мероприятия, художественные – все это у нас есть. Вообще, днеучебное сообщество Вышки невероятно яркое, и это, на мой взгляд, именно то, что окрасит вашу учебу в НУВШ. В том числе, приглашаю вас на наши мероприятия, о которых расскажу вам на ориентационном дне. Здесь можно сделать виртуальный тур. У нас есть виртуальная карта корпусов ВЫШки. Там есть короткие рассказы от студентов и преподавателей. Очень интересно исследовать эту карту в свободное время. Вы так можете увидеть, как вообще у нас тут обстановка в аудиториях, в каворкингах, в общежитиях. Советую вам изучить. Это просто будет интересно и весело, и так вы будете подготовлены. Про ваше проживание в общежитии именно. В общежитии имеется прачечная, есть утюги, есть комната, есть сушка, плиты, холодильники, мойки, микроволновые печи, обеденные столы, кухонные шкафы, конечно же, кровати, столы, стулья, шкафы и полки в комнатах, в спальнях. Оделы и подушки, постельное белье тоже можно взять в общежитии. В общежитиях есть комнаты для самостоятельной работы, есть сеть Wi-Fi, зоны отдыха и также проводной интернет. И во всех наших общежитиях работает охрана целые сутки, и вход доступен только по пропускам. В общежитии можно приводить гостей, но только до нем, вот, и они обязательно должны предъявить идентификационный документ при посещении вас. За санитарными условиями и порядком в комнатах на кухне следят сами студенты, согласно графику дежурств, которые вы составляете. Пожалуйста, уважайте друг друга, не шумите, избегайте создания резких запахов, содержите свое место в порядке, вставляйте ванную комнату чистой после использования. Это сделает так, что у вас будет гармоничное условие проживания, не будет межличностных конфликтов, и вы сможете сосредоточиться на учебе и вне учебки тоже. Про наши студенческие организации для иностранных студентов. Первый из них это International Student Union. Они занимаются проведением мероприятий для иностранных студентов. Это поездки в другие города, караоке, вечер, посещение приютов для животных, совместные походы в музеи. И также International Student Union ведет программу BADDI. BADDI – это студенты-волонтеры, которые помогут вам в вашей первой неделе в городе, расскажут о Питере, о Вышке и, возможно, станут вашими первыми друзьями в России. Если вы хотите оставить заявку, пройдите, пожалуйста, по данной ссылке, и с вами свяжутся уже ближе к августу. Если вам нужен такой студент-волонтер, который может вам помочь, допустим, на первых порах оформить сим-карту, вы можете заполнить заявку и с вами свяжутся позже. Да, как я сказала, BADDI может помочь оформить симку проездной, разобраться вообще с общественным транспортом, может по возможности встретиться в аэропорту, если это не в ночи или не супер рано утро, может ответить на ваши вопросы по тому, как устроена учеба в Вышке. Но BADDI не встречает вас в ночное время, не становится вашим личным ассистентом, не решают за вас ваши проблемы с провальным экзаменом, не решают за вас ваши миграционные вопросы. С этими проблемами вы должны обращаться в непосредственно ваш учебный офис или в визово-миграционный отдел. Очень важно помнить, что BADDI – это волонтеры, уважайте их время и личное пространство, все они, только люди, могут совершать ошибки. Если какие-то есть вопросы о работе в BADDI, вы можете связаться с студенческой организацией через ВКонтакте. И в случае возникновения каких-либо вопросов, требующих нашего участия, пишите нам, пожалуйста. Вторая студенческая организация, вторая не по важности, конечно же, это Ассоциация иностранных студентов, платформа, которая объединяет иностранцев Питерской Вышки. Они ведут такую важную программу, как тьютерство. Тьютеры АИС – это второкурсники, которые являются кураторами для первоков. Они, если еще не связались с вами, то свяжутся с вами, обязательно создадут беседу и также будут вам помогать адаптироваться здесь. Они проводят мероприятия, такие как их флагманский ивент – это День культур, это киновечера, различные национальные праздники, мероприятия в общежитиях. Тоже обязательно запомните своего тьютера и обязательно вливайтесь в тусовку АИСа. И больше мы расскажем вам на ориентационном дне, который произойдет 30 августа. Следите за новостями, за новостями в социальных сетях Международного отдела, за информацией, которая приходит вам на вашу почту. Там будет вся информация про ориентационный день, куда, когда и, конечно же, форма регистрации. Будет очень-очень весело. У нас много чего для вас приготовлено. На этом мое выступление заканчивается. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы какие-то про внеучебку в вышке, про поддержку иностранных студентов. Я сейчас еще прочитаю чат, например, вопросов. Отвечу на вопрос Ксении. Коллеги, вы уже отвечали. Нужно ли проходить медицинское освидетельствование при наличии справки 086 и где это можно пройти? Не отвечали? Я могу ответить. Да, Ксения, справка 086 и медицинское освидетельствование – это как раз разные вещи. То, о чем я говорила, что будьте готовы, что можно понадобиться различные справки, не всегда взаимозаменяемые. Про медицинское освидетельствование вам обязательно расскажут Центры визового и миграционного сопровождения. Именно медицинское освидетельствование, его можно пройти в ряде медицинских организаций. Есть официальный список медицинских центров, в которых можно сделать это в Петербурге. Сертификат о медицинском освидетельствовании нужно предоставить в Центр визового и миграционного сопровождения вышки. И также предоставить его в МВД, чтобы там его зарегистрировали. И вот это медицинское освидетельствование, его наличие вообще является основой вашего законного пребывания в РФ и продления вашего срока пребывания. Марина Крамарчук, на ваш вопрос я попрошу ответить коллег, поскольку это касается приезда в Россию. Айбек спрашивает, я поступил в русскоязычную группу, могу ли я после поступления в университет сменить ее на англоязычную группу? Это зависит от того, имеются ли англоязычные группы у вас на программе. Давайте пока оставим ваш вопрос в подвешенном состоянии. Вам еще, вас еще проконсультируют, лучше всего его продублировать на почту приемной комиссии, да, iAdmission SPB. Напишите, пожалуйста, и коллеги вам помогут решить ее. Так, Элина спрашивает, процедура дактилоскопии при пересечении границы или при заселении в общежитие? Ну, процедура дактилоскопии проходит в офисе МВД в Санкт-Петербурге после того, как вы зарегистрировались по месту проживания. Вот как только вы получили регистрацию в общежитии или по частному адресу, вы можете идти и задавать отпечатки пальцев и проходить медицинское свидетельствование. Камила спрашивает насчет ДМС. Его нужно предоставить при заселении, а если при приезде еще не успели сделать ДМС, то как быть? Тогда вы, как я вам предложила такую схему, вы можете оформить полис ДМС на вашу первую неделю в России у себя дома. Это будет туристическая страховка. Как при выезде в любую другую страну, вы можете оформить себе страховку на первую неделю в России. И когда вы приезжаете в Россию, вы предоставляете эту страховку в общежитие, оформляете сразу же нашу российскую, и вот теперь у вас есть страховка на год в России. Надеюсь, я понятно объяснила. Если нет, то пишите. Я сейчас еще выведу слайд с нашими контактами. Виктория Федоренко. Беларусам не нужно проходить свидетельствование. Да, гражданам Республики Беларусь не нужно проходить медицинское свидетельствование. После 28 августа можно сразу идти в общежитие при наличии ДМС. Заселение начинается с 28 августа. Если у вас есть направление в это общежитие. Я, пожалуй, призову коллег, чтобы они могли ответить на вопросы выше. Вы можете продолжать задавать вопросы по моей части. Я здесь недалеко. Говорили, какой-то есть вопрос по прибытию, да? Ирина, можно сказать, пожалуйста. Да. Ниже, выше? Повыше. Вот это. Так, если, приехав ранее, есть регистрация, то нужно уведомить или уже когда приносить оригиналы документов, необходимо написать письмо о том, что вы прибыли в Российскую Федерацию в день, когда вы приехали. То есть вот вы приехали 13 августа, вы будете жить у дяди, у тети, в гостинице, без разницы. Вы пишете в миграционный офис о том, что вы приехали, вот мои документы, вот мой паспорт, вот все мои страницы паспорта, вот моя миграционная карта, все-все-все, что еще требуется. Я все дошлю, проживаю пока что вот у дяди, у тети или в гостинице в каком-то адресу. Все. То есть это надо сделать в день прибытия. Все. По-моему, так. Так, вопрос от Сергея про ДМС. Нужно ли ДМС и медсправки в случае, если есть российское гражданство? Если у вас есть российское гражданство, то вы въезжаете по паспорту Российской Федерации, вы обязаны по закону въехать по паспорту Российской Федерации. И тогда, нет, вся наша презентация не для вас. Но вы можете, но все равно, если у вас там двойное гражданство, то приходите на наши мероприятия. Можно. Конечно. Все распространяется также на вас, потому что вы также гражданин иностранного государства. Просто вам там, где требуются нотариальные переводы, вам это всего делать не нужно, потому что российский паспорт у вас есть. Он, в принципе, на русском языке. Если вы заселяетесь в общежитие и сделали справки медицинские в стране гражданства, и, возможно, они, эти справки, содержат информацию не на русском языке, то их необходимо нотариально перевести и заверить, потому что, ну, как наши администраторы при заселении разберут иностранный язык. Вот именно поэтому требуется перевод медицинских справок, например. А ДМС, видимо, гражданину РФ не нужно оформлять, потому что у них какая-то другая история у российских граждан. Да. Сергей, вы должны убедиться, что у вас есть полис ОМС, обязательное медицинское страхование. Это то, как обслуживаются граждане РФ у нас в больнице государственных. Вот. Полис ОМС, его можно гражданам России оформить в любой момент, просто разобраться, как это сделать. Да, еще такой момент. Вам все равно, как и иностранным гражданам, необходимо направить информацию о том, что вы прибыли в РФ в миграционный офис. Потому что даже если у вас российский паспорт, вы наш студент, и в миграционном офисе, в принципе, необходимо это тоже знать. То, что вот вы иностранный гражданин, но с российским паспортом, все, они вас отметят. Вот. Хорошо? Да, в принципе, если вопрос стоит, а нужно ли сообщить кому-то, сообщите. Лишнее мне будет. Лучше предупредить, спросить еще раз, не знаю, 10 раз отправить информацию, чем потом это вылится в какую-то проблему. Ну вот, Марина Крамарчук спрашивает, длительное время здесь регистрация имеется. Регистрация имеется. Сообщите, пожалуйста, прямо сейчас на вот мигрейшн.спб, на почту, о том, что вы уже в России, вы иностранный студент, который зачислен или не зачислен, ну, вы знаете свой статус. Вот. Уже зачислен, полное имя, фамилия. Сейчас у меня регистрация по такому-то адресу. Сфотографируйте регистрацию с двух сторон, отправьте, коллеги вам сообщат дальнейшие действия, что все хорошо, мы вас, когда в общежитие приедете, перерегистрируем на адрес общежития, либо сообщат какую-либо иную информацию, соответственно, законодательству, я просто эту информацию не знаю, но уведомите, пожалуйста, миграционный офис уже сейчас о том, что вы здесь, что выборы. Регистрация – это не оповещение, регистрацию вы сделали, это вы молодцы, самое главное – оповестить наш миграционный офис о том, что у вас эта регистрация есть, вот, и уже от этого коллеги будут отталкиваться. Если я приехала раньше, жить буду знакомой, но жду заселения в общежитие, регистрацию, прописку мне же делают по адресу общежития. Зависит, насколько раньше, вот вы, когда прибудете в РФ, вы в этот же день сообщите коллегам из миграционного офиса о том, что вы прибыли и будете проживать по адресу, и коллеги вам уже ответят, надо ли вам сделать временную регистрацию на этот период, или сроки пребывания, в принципе, терпят, и вы можете ждать до заселения. То есть необходимо этот момент прояснить. Вообще коллеги вам сообщат, потому что вы, поэтому очень важно в день прибытия сразу написать об этом, то есть чтобы коллеги понимали, сколько у них дней. Вот, например, гражданин конкретной страны может здесь находиться 30 дней без регистрации, а гражданин другой страны может всего 15 дней без регистрации. Это очень важно. Коллеги на это посмотрят и вас уведомят, какие ваши дальнейшие действия. Почта миграционной службы. Можем мы? У тебя нету? Я сейчас напечатаю. А, сейчас Ирина напечатает планетку. Просто без... Ага, все поменялось. Вообще можете писать нам на почту iAdmission. Я знаю, вы ее знаете, потому что письма мы ваши видим, помним. Если что, вопрос про миграционную или про адаптацию, мы коллегам все перешлем, они вас проинфортируют, вот, проинформируют обо всем. Вот. Если какие-либо вопросы еще есть, пишите. Если появятся потом, почту знаете. Чуть-чуть подождем. Спасибо. Будем ждать вас всех. Пожалуйста, приезжайте. Пожалуйста, приезжайте и уведомляйте о своих передвижениях. Это очень важно. Приходите на ориентационный день. Да. Да, большое спасибо всем-всем-всем абитуриентам, без пяти минут студенты вышки. Будем вас всех ждать совсем скоро, уже месяц, да, по-моему, осталось месяц. А, подождите, вопрос появился. Внутренний паспорт по прибытию в РФ. Подскажите, лучше это сделать через вашу службу и в общем отделе. Если вы сейчас поступили в вышку как иностранный абитуриент, вы пока что не делаете российский паспорт. Но когда вы будете студентом, уже обучаться на первом-втором курсе, тогда уже занимаетесь вопросом получения гражданства Российской Федерации, да? Да. Этот процесс вы делаете полностью самостоятельно. Служба университета не помогает в получении гражданства, но вы обязаны проинформировать наш центр безуммиграционный о том, что у вас появилось и что вы планируете, что вы в процессе, допустим, уже оформления, да, и что у вас появилось, появился паспорт РФ. Давид, мы советуем оформить ДМС вот либо у нашего агента, который на сайте есть, то есть если вы перейдете по QR-коду или по гипрессылке из моей презентации и даже презентации коллег, то там будут контакты, там будет форма заявки на ДМС, либо вы берете требования, которые у нас написаны на сайте, идете в любую другую страховую. Это РИСО, Росгострах, их существует много, но если не хотите ломать голову, то можете оформить у РИСО, это у нас есть свой агент, который оформляет нашим студентам страховки там. Нужно ли писать куда-то о необходимости места в общежитии? Нет, общежитие стараюсь предоставлять всем абитуриентам, наоборот, если вы не хотите места в общежитии, оно вам не нужно, об этом надо сообщить, чтобы место за вами не держали и передали другому. Кто и каким образом оповестит студента после заселения, что ему делать? В принципе, вы заселитесь и проверяйте почту, потому что вот заселитесь вы, начиная с 28 августа, 30 августа, мы вас ждем на ориентационный день, где расскажем вообще про то, как вам, иностранным студентам, быть в России, про миграционный вопрос коллеги расскажут более подробно и развернуто, и потом уже с вами свяжется программа, и с 1 сентября вы все, вы студент, надо будет брать рюкзак, уйти на учебу. То есть у нас основное средство информирования – это почта всегда. Вот мы очень вам рекомендуем ее регулярно проверять, и иногда наши письма улетают в спам, спам тоже нужно проверять. Вот просто, пожалуйста, проверяйте. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Раздел прибытия в РФ, в принципе, никому еще не доступен. Мы ждем, когда московские коллеги его откроют. Это технический вопрос. Он пока вам не нужен. Наверное, все. Спасибо. Ну, в общем, все. Мы завершаем. По всем вопросам почты у вас есть. Все у вас, много разных почт. На любую пишите. Запись будет. Запись пришлем. Давид Волков. Слышали, что студенты одной программы живут в разных общежитиях? К сожалению, мы никак на размещение в общежитии повлиять не можем. Размещением занимается отдел организации проживания. Если вы хотите, я не знаю, что узнать, вы можете написать им на почту. Но вообще все расселение, все информации по поводу, куда вы будете направлены, уже будут только в августе. Сейчас мы только передаем списки зачисленных коллегам из этого отдела. И они уже, видимо, занимаются распределением мест. Но пока еще не информируют, куда, какой абитуриент размещен. Поэтому тут подсказать ничего не можем. У нас уже истекает время. Пожалуйста, уважаемые абитуриенты, если какие-то вопросы появились, что-то не поняли, на почте ждем вас. Хорошо? Все, всего доброго. Всем спасибо. Всем хорошего окончания дня.